Всем привет! Продолжаем играть в Fallout, точнее я типа играю и размышляю о тематиках компьютерных и рядом. Ну, наша тематика, которую я затронул, она еще будет оставаться достаточно долгой, если можно так выразиться. И продолжаем мы зачитывать, точнее я зачитываю, просто беру в тупую и зачитываю книгу «Совершенный код» Стива Маконова. И сегодня продолжаем, конечно же, предыдущую тему о проектировании, приконструировании. Ну и в прошлый раз закончили на сокрытии информации, что это очень важно. И сегодня продолжим и пойдем дальше-дальше там по книге. Ну, для начала я загружусь и вспомню. А, я вспомнил, да. Здесь где-то... Не понял. Где-то... А, вот. Вот подземелье, в котором... Какие-то мутанты были. Там, походу, какие-то опыты проходят. Проходили. С виду это у нас собор, конечно же. Но на самом-то деле... Блин, зависимость у меня, видите? Привыкание к бафауту. Не, вот. Так. У вас... Вам необходимо постоянно, чтобы избежать... Я, наверное, давайте сбегаю в этот... В братство стали. Там есть врачи, может, они меня излечат. Потому что... Если есть зависимость, то... Значит... Возможно, проблема. А, кстати, вот и теряю, да? А, нет, это раньше я терял. Короче, лучше сбегать. Эти меня не трогают. И нормально. Походу, они не слышали, да? Вот эти вот... Чувачки, что была стрельба... В братство. Надо сбегать в братство. Там был врачок. Врач-докторишка. Которые, по идее, меня должны вылечить. И чё, пробирает дрожь. А, ну да. Вон, я теряю и ловкость, и выносливость. Потому что я стал наркоманом. А наркоманов надо лечить. Я так понимаю, со временем это не пройдёт. Блин, а где же это... А эти врачи были. А, вот я угадал. На втором уровне. Вон, меня дрожь пробивает. Теряю 4 выносливости, 2 ловкости. Нифига себе. Так, операциях. Давайте восприятие. 4 тысячи. Как это я не член братства? Ты что, прикалываешься? Ого. А где же мне подлечиться? А чё я не член братства? Это уже интересно. Блин, тут не видно способность. Как это я не член братства? Чё, вальтанулись. Блин, проблемка. Проблемка. Стал наркоманом. А где лечиться, я не знаю. Где-то ж по-любому кто-то есть ещё. Кто может вылечить. У этого бы ещё стырить. Хотя можно включить невидимку, наверное. Пойти стырить там запчасть. И отнести. Тут один у меня просил запчасти принести. Он что-то там отремонтирует. Зависимость. Блин. Чё делать? Так, сейчас выйду-ка я в пустошь. Посмотрим, что у нас там есть. Может быть, куда-то можно сходить. Так, военный некрополь. Не-не-не. Могильники вроде бы. Могильник это, по-моему, то, что ниже. А, вот могильник. А это собор. Ну, сейчас могильники тогда гляну. Ну, может, там кто-то есть, кто вылечит. Я не помню. Потому, что это не дело. Так. Что тут? Дебил. Дебил. Стрелял в меня, а попал в товарища. Ого, нормально снял жизни. Так, убили. Сейчас надо по-быстрому с этим разобраться. Да, я потерял ловкость, и вследствие потери ловкости, я заметил, у меня меньше очков действия. В принципе, на стрельбу-то хватает, но... Ну, не так, как хотелось бы. А что, если я попробую себя полечить вот этой вот... С помощью этого сундучка. По-моему, вот так вот. Не, это я выбросил, да? Да. Сейчас попробуем использовать на себе. Восстановили тречка о здоровье. Ну, это не, я хотел бы... Блин, хотел бы наркоманство исцелить. У вас не получается... Ну, короче, бежим в могильник, а там посмотрим. Итак, ладно, продолжим. О, исцелился. Зашибись. Сохранюсь. Да, со временем зависимость проходит. Нормально. Тогда идем дальше разбираться. Итак, сокрытие информации. При сокрытии информации... Так, сейчас я тут поправлю. Каждый класс, пакет или метод характеризуется аспектами проектирования или конструирования, которые он скрывает от остальных классов. Секретом может быть источник вероятных изменений, формат файла, реализация типа данных или область. Дальше, изоляция которой... Изоляция которой требуется для сведения к минимуму вреда от вероятных ошибок или возможных ошибок. Класс должен скрывать эту информацию и защищать свое право на личную жизнь. Небольшие изменения системы могут влиять на несколько методов класса, но не должны распространяться за его интерфейс. Один из важнейших аспектов проектирования класса принятие решения о том, какие свойства сделать доступными вне класса, а какие оставить секретными. Класс может включать 25 методов, предоставляя доступ только к 5 из них. и используя остальные 20 внутренне, то есть скрытыми. Класс может использовать несколько типов данных, не раскрывая сведения о них. Этот аспект проектирования классов называют видимостью, так как он определяет, какие свойства класса видимы или доступны извне. интерфейс класса должен сообщать как можно меньше о внутренней работе класса. В этом смысле класс похож во многом на айсберг, большая часть которого спрятана под водой. Как и любой другой аспект проектирования, разработка интерфейса класса это итеративный процесс. Если приемлемый интерфейс класса не удается создать с первого раза, сделайте еще несколько попыток, пока он не стабилизируется. А если интерфейс не стабилизируется, попробуйте другой подход. Так, попробуйте другой подход, но дело в том, что здесь пришли два мутанта, а эта тварь не хочет умирать. А эти два мутанта с энергооружием. Блин. Мне бы убить эту тварь, как-то продержаться и надеть вот эту тесла броню. Потому что мне кажется, что меня убьют. И мои опасения это не просто такие опасения, на которые не стоит обращать внимание, надо убегать отсюда. Вот мудила. Блин, ну это реально... Ого! О, мощная тварь. Заново. Так, ладно. Пример. Сокрытие информации. Тут есть такой пример. Ну, он больше словами написан. Так, так. Э, что произошло? Зависло? Прикиньте, зависло. Так, сейчас я перезапущу. Так, перезапустил. Второй раз за все время бах. Был обнаружен. Который трудно воспроизвести в данном случае. Вот этот трудно. Тот еще первый бах, если вы помните. Там что-то было, что я стрелял. Короче, кто-то вот так вот за мной стоял. Я как-то типа в него встрельнул и на этом зависло. То есть, это еще можно воспроизвести несколько раз. А вот это, что только что было, это непонятно. Так, так. Возьму-ка я винтовочку. Вот. И этой винтовочкой я буду стрелять этой твари в глаза. Попробую. Хотя я сейчас, я сейчас попробую в глаза пострелять. Хотя у него, не, я вот этим. Вот. Прицельный. В голову, в глаза. Давайте в глаза. Можно в пах стрелять? Давайте в пах. Ха-ха. Круто промазал. Так, ладно. Пример сокрытия информации. Допустим, вы пишете программу, каждый объект которой должен иметь уникальный идентификатор, хранящийся в переменной члене ID. один подход к проектированию может заключаться в применении целочисленных идентификаторов и хранении максимального на заданный момент идентификатора в глобальной переменной G-max ID. Ну, типа global. При создании новых объектов вы можете, скажем, в конструкторе каждого класса просто выполнять команду ID равно плюс плюс там G-max ID. Ну, то есть, как бы увеличивать каждый раз эту глобальную перемену. что гарантирует уникальность идентификаторов и требует абсолютно минимального кода при создании каждого объекта. И тут такой вопрос, разве может это привести к каким-нибудь неприятностям? Неприятностям? И ответ может. Что если вы захотите зарезервировать диапазоны идентификаторов для определенных целей? Что если для повышения защищенности программы вы захотите назначать идентификаторы в другом порядке? А если вы захотите повторно задействовать идентификаторы уничтоженных объектов? Или включить в программу диагностический тест проверяющий не превысило ли число идентификаторов допустимый предел? Если назначая идентификаторы вы распространите команды id равно плюс плюс gmax id по всей программе вам придется изменить каждую из них. Кроме того этот подход не безопасен в много поточной среде. Способ генерации новых идентификаторов является тем аспектом проектирования который следует вскрыть. Применив команду плюс плюс gmax id вы раскроете сведения о том что новый идентификатор создается просто путем увеличения переменной gmax id если же вместо этого вы используете команду id равно ну и тут вызов функции new id вы скроете информацию о способе создания новых идентификаторов сам метод ну или функция ну в данном случае можно называть методом так как привязки к языку нет сам метод может состоять из единственной строки return плюс плюс это gmax id или ее эквивалента однако если вы позже решите зарезервировать определенные диапазоны идентификаторов для специфических целей или повторно использовать старые идентификаторы вам придется изменить только метод newid но не десятки команд id равно newid какими бы сложными ни были изменения метода newid они не повлияют ни на какую часть программы так главное продержаться о нормалек а теперь я надену эту тесла броню так тесла броню подлечусь да мало у меня кстати уже этих мало мало и ну и ну и ну и чё а блин вот так вот всё заново всё заново ёлки палки надо опять сохраниться вот непосредственно уже после входа так идём дальше допустим а теперь что вам понадобилось изменить тип идентификатора целочисленного на строковый если по всей программе у вас разбросаны объявления вроде int id метод new id не поможет в этом случае вам тоже придётся просмотреть всю программу и внести десятки или сотни изменений итак тип идентификатора это тоже тот секрет который следует скрыть показывая что идентификаторы целые числа вы поощряете программиста выполнять над ними такие операции как больше меньше или равно программируя на языке C++ вы могли бы не объявлять идентификаторы как int а назначить им при помощи директивы typedev пользовательский тип id type соответствующий тому же int или же вы могли бы создать пользовательский ну могли бы создать простой класс id type то есть повторю ещё раз сокрытие аспектов проектирования позволяет значительно уменьшить объём кода затрагиваем ого изменения ми так так one second please сокрытие информации полезно на всех уровнях проектирования от применения от применения именованных констант вместо литералов до создания типов данных и проектирования классов методов и подсистем да да что что ты будешь делать ну сохранился ну ёлки-палки ну я понимаю что так никто не играет вот такими сохранялками если играют то по-честному но так никто не играет кроме меня вот если можно было бы сохраниться можно сохраниться это в каких-то особых видимо квестах во время боя нельзя сохраниться здесь можно значит будем так и делать в глаза стреляем на тебе всем здоровье потерял офигеть так ладно есть две категории секретов связанные с сокрытием информации секреты относятся к двум общим категориям первой первая категория это секреты которые скрывают сложность позволяя программистам забыть о ней при работе над остальными частями программы и вторая категория это секреты которые скрывают источники изменений с целью локализации результатов возможных изменений число источников сложности входят сложные типы данных файловые структуры булевые тесты запутанные алгоритмы и так далее источники изменений будут описаны немного позже нанес серьезная рана серьезная рана нанесена но че там это непонятная фигня нанесена серьезная рана серьезная рана 37 короче блин глаза должен сдохнуть сдохнул и нам сейчас мне сейчас самое главное было выжить так ладно идем дальше так барьеры препятствующие сокрытию информации в некоторых случаях скрыть информацию невозможно однако большинство барьеров препятствующих сокрытию информации являются умственными и обусловлены привыканием к другим методикам избыточное распространение информации зачастую сокрытие информации препятствует избыточное распространение информации по системе так жесткое кодирование литерала 100 во многих местах программы децентрализирует ссылки на него лучше скрыть эту информацию в одном месте скажем при помощи константы max employees для изменения значений которых которые придется изменить только одну строчку кода так смотрите эта тварь убегает она убегает эти еще не подошли я попробую сохраниться и попробую все-таки в нее выстрелить хотя может быть смысла в этом и нет лучше бы я сейчас потратил это все на лечение а у меня хватает все смотрите надеваем тесла броню перезаряжаемся и лечимся и сохраняемся опа а уже сохраниться нельзя я понял когда я с этими мутантами то сохраниться уже нельзя фигово фигово ладно так еще один пример избыточного распространения информации это о 50 урона круто это распределение по всей системе кода взаимодействия с пользователем при этом при этом в случае изменения способа взаимодействия ну например при замене графического интерфейса на интерфейс командной строки строки придется изменить почти весь код лучше сконцентрировать взаимодействие с пользователем в одном классе пакете или под системе который можно было бы изменить не влияя на всю систему в качестве другого примера приведем повсеместно использование глобального элемента данных такого как массив данных о сотрудниках поддерживающий до 1000 элементов если программа будет обращаться к глобальным данным напрямую информация о реализации элемента данных скажем то что это массив способный включать до 1000 элементов распространится по всей программе а если программа будет обращаться к данным только через методы доступа детали реализации будут известны только этим методом так лечимся лечимся перезаряжаемся так дробовик вроде то был заряжен конечно же но чтоб ты промазал чтоб ты промазал но один промазал как вы видели в принципе работает так давай чтобы промазал чтобы промазал чтобы не лечись тварь мне нужны надо одного добивать все-таки есть стрелял в глаза отстрелила руку блин я не сказал чтобы ты промазал и он не попал я понял надо сейчас чтоб ты промазал говорить так так лечимся перезаряжаемся и беги сюда проб вам промазал блин не успел ну в принципе ладно наполовину успел видите меньше урона да так бегу 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 давай чтобы чтобы промазал чтобы промазал чтобы промазал нормально 9 здоровья работает глаза промаж промаз лучше работает он промазал промаз 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 ромаш х чит кот нашел говорите промаж и мутант будет промазывать два раза подряд сработ промаж 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 тут на было другое заклинание тут по ходу надо было говорить не доброс не брось вот так вот да да хорошо промаж работает будем говорить еще не до не доброси ладно так идем дальше чего нас тут дальше у нас тут дальше круговая зависимость более тонким барьером мешающим сокрытию информации является круговая зависимость когда например метод класса а вызывает метод класса b а метод класса b вызывает метод класса а избегайте зависимых таких зависимостей они осложняют тестирование системы не позволяя протестирование ни один из классов пока не будет реализована хотя бы часть второго класса болель я забыл надеть я забыл надеть эту энерго броню вот так вот забыл и в результате 5 потерял очки блины надо было подлечиться короче уже пошел тупняк пошел тупняк пофиг буду загружаться заново так если вы добросовестный программист возможно еще одна преграда на пути к эффективному сокрытию информации вы можете рассматривать данные класса как глобальные данные избегая их из-за соответствующих проблем всем известно что дорога в ад программирования вымощена глобальными переменными однако использовать данные класса гораздо безопаснее глобальные данные имеют два главных недостатка методы обращающиеся глобальным данным не знают о том что другие методы что именно другие методы делают с этими же глобальными данными данные класса этих недостатков не имеют непосредственный доступ к данным класса ограничен несколькими методами этого же класса которые знают и о том что другие методы также работают с данными и о том что это за методы конечно это предполагает что система включает грамотно спроектированные небольшие классы если программа использует огромные классы включающие десятки методов различие между данными класса и глобальными данными стирается и данные класса приобретают многие недостатки характерные для глобальных данных вот так вот ай блин я забыл сказать промаж промаж ну так никто не играть я знаю никто так не играет вот так вот как я типа сохраняться постоянно так никто не играет никто так не играет так играю только я а может быть мне побежать и стать вот нет довольно широкий проход ладно итак наконец отказ от сокрытия информации может объясняться стремлением избежать снижение производительности и на уровне архитектуры и на уровне кода в обоих случаях волноваться не о чем при проектировании архитектуры сокрытие информации не конфликтует с производительностью помня и о сокрытии информации и о производительности вы можете добиться обеих целей производительность на уровне кода вызывает еще больше беспокойств разработчикам кажется что опосредствованный доступ к данным и снизит производительность программы в период выполнения из-за дополнительных затрат на создание объектов вызовы методов и тому подобное эти волнения преждевременны пока вы не оцените производительность системы и не найдете узкие места лучшим способом подготовки к повышению производительности на уровне кода является модульное проектирование позже определив коде горячие точки вы оптимизируете отдельные классы и методы не затрагивая остальную часть системы таблетки вызов блин все вызывают привыкание ладно а промаж да сейчас буду говорить промаж промаж так надо этому в башку стрельнуть попади 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 блин не плохой неплохой промаж 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 пром Ну да ладно, я же читаю книгу, а не играю, правильно? Короче, так, идем дальше. Итак, важность сокрытия информации. Сокрытие информации относится к тем немногим теоретическим подходам, польза которых уже долгое время неоспоримо, подтверждается на практике. Было обнаружено, что крупные программы, использующие сокрытие информации, в четверо легче модифицировать, чем программы его не использующие. Более того, на сокрытие информации один из основных принципов и структурного, и объектно ориентированного программирования. О, а что это такое? Повышение боевого потенциала. Класс брони увеличился и удач увеличилась. Ладно, стану я за этим вот так вот. Может быть тот будет стрелять и попадет в своего товарища. Промашь, 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 промашь. Так, а теперь попади, 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 попади. Как-то не туда я попал. Короче, блин, фигня это все, а не заклинание. Так, идем дальше. Сокрытие информации обладает уникальной эвристической силой. Уникальной способностью подталкивать разработчиков к эффективным и простым решениям. Традиционное объектно-ориентированное проектирование предоставляет мощные эвристические средства моделирование мира в терминах объектов. Но объектный подход не помог бы вам догадаться, что идентификатор следует объявить как IDType, а не как INT. Разработчик, использующий объектно-ориентированный подход, спросил бы, рассматривать ли идентификатор как объект, в зависимости от принятых в проекте стандартов кодирования, утвердительный ответ мог бы означать, что программист должен написать конструктор, деструктор, операторы копирования и присваивания, закомментировать все это и сохранить в системе управления конфигурацией. Но скорее всего программист решил бы, нет, не стоит создавать целый класс ради какого-то идентификатора. Использую просто INT. Так, ребятки, чё делать? Чё делать? Этот почти при смерти. Попробовать его добить. У меня 36 жизней. Следующий удар я могу не перенести. Рискуем. Добили. Убегаем. Промашь, промашь. 25. Нормальный, 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 лечимся. Лечимся. Главное ещё не забыть, не забыть, что не забыть, не забыть перезарядиться. И убегаем, убегаем. Промашь, промашь. Нормальный, дым, глаза стреляем. На тебе. Мудила. Промашь, промашь. Ещё раз в глаза. Промашь, 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 промашь. Не лечись, не лечись, не лечись. Промашь. Блин, баранату бросил. Гнида. Ладно, нормально. Попади, 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 попади. Теряет здоровье, что наносит сильный вред могучему мутанту. Промашь, 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 промашь. Нет, Тесла броня классная штука. Бэмси. Да что ж ты не вздыхаешь? Тварь. Промашь, промашь, промашь. Промашь. 37 жизни, надо рискнуть. Добить всё-таки. Добить, добить, добить в глаза. Бэмси. Есть, ура. Хух. Конец боя. Фу. Сохраняемся, потому что это не дело. Вот так. Фух. Так, идём дальше. Итак, смотрите. Эффективный вариант проектирования. Простое сокрытие типа данных идентификаторов даже не был рассмотрен. Если бы вместо этого разработчик спросил, не скрыть ли информацию об идентификаторе, он возможно решил бы объявить собственный тип, ID Type, как синоним Integer. Различие между объектно-ориентированным программированием и сокрытием информации в этом примере не сводится к простому несоответствию явных правил. И предписаний. Принятое в соответствии с принципом сокрытия информации информации, решение прекрасно согласуется с объектно-ориентированным подходом. Вместо этого. Различие относится к области эвристики. Размышление над сокрытием информации может указать на такие варианты проектирования, которые при использовании объектно-ориентированного подхода остались бы незамеченными. Сокрытие информации может пригодиться при проектировании открытого интерфейса класса. Теория и практика проектирования класса во многом расходятся. И многие разработчики, решая, что включить в открытый интерфейс класса, ну то есть решают, что именно включить в открытый интерфейс класса. Думают прежде всего об удобном интерфейсе. А это обычно приводит к раскрытию почти всей информации об устройстве класса. Опыт подсказывает мне, ну не мне, а сейчас Стиву Макконову, что некоторые программисты скорее раскрыли бы все закрытые данные класса, чем написали 10 дополнительных строк для защиты его от секретов. Ой, подлечиться, 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 идем дальше. Вопрос. Что этот класс должен скрывать? Обнажает самую суть проблемы. Проектирование интерфейса. Если функцию или данные можно включить в открытый интерфейс класса, не раскрыв его секретов, сделайте это. В противном случае воздержитесь от такого решения. Размышление о том, что скрыть, способствует принятию удачных решений на всех уровнях проектирования. Оно подталкивает к применению именованных констант вместо чисел на уровне конструирования. Проектирование помогает выбирать удачные имена методов классов и их параметров. И указывает на грамотные варианты декомпозиции и реализации взаимодействия классов и подсистем на уровне систем. Почаще задавайте себе вопрос. Что мне скрыть? И вы удивитесь, сколько проблем проектирования растает на ваших глазах. Поэтому, товарищи, что мне скрыть? Что мне скрыть? Что мне скрыть? А я пришел, походу, к какому-то убежищу. Так, что-то я не вижу номера этого убежища. Ну да ладно. Сейчас мы завалим вот это вот. Нервный... О, в нервный центр. На тебе. 50 здоровья. Круто. Ти че, мало? На тебе. Блин, надо было броню поменять. Постоянно че-то я забываю. На тебе. Давайте поменяем броню. Броню это можно выкинуть. Это выкидывается вот. Вот, вот так вот. Лечиться, лечиться не буду. Подзарядиться. Так, сколько мне опыта до следующего... О, та вот еще дофига. А, не, не дофига. 80, это, блин, круто. Уже скоро новый уровень. Новый уровень. Зашибись. Так, далее. Сохранились. Так, а че это за убежище? Это ж какое-то убежище. Номера здесь нет. Мы в первом фоллауте, че, че я говорю вам, встретили... Какое, блин, 13-е и 15-е убежище, да? Давайте комп включим. Не можете пробиться как-то. Че, даже в косынку поиграть нельзя? Это плохо. Электронные отмычки мне, наверное, не помогут. Взлом. Взлом 50. Взлом тут сработает, нет? О, хрен его знает. Науку сейчас попробую. Наука 85. О! Смотрите, 1250 опыта получил. За взлом компьютера. Круто. Вы находите интересный файл данных, посвященный секретной базе. Так эту базу я уже нашел. Ну, я понял. Это если бы я ее не нашел, то... Эх, чуть-чуть осталось. До следующего уровня. Но дальше, че-то, короче, этот компьютер не включается. Давайте еще раз науку. Вы находите. Ну, да, ну, че, нашел я. Где она, кстати? Тут нету. Дверь. Открыли. Может, этот заработает. Компьютер, нифига. Наука. Ничего не узнать. Ну, ладно. Закрыто. Да ладно, че вы в самом-то деле? От кого вы закрываете? На входе ж этот стоял. Какой-то цветок вот этот живой, который я хранял. Че, че вам тут скрывать? Значит, есть еще скрывать. Че это такое? Это сумка. Она мне не надо. Да, это какое-то убежище, наверное. Или база. Че это за база? Фиг я знаю. Надписи нигде нету. Ну, кстати, вот, да, в виде шестеренки, как я говорил, в самом начале, такой вход в убежище, там, в бункеры. Ну, это, наверное, все-таки, смотрите, второй уровень. Мутанты, трупы какие-то. Ого, сколько их тут. Ого-го. А че у него в руках за оружие? Не видно. Хм. Какие-то люди находятся. Собор, логот. А это, ну, это, это какое-то убежище, походу. По-ходу. Че это за куски? Пакость. Пакость. А это че, тоже пакость. Так, отойду. О, а это, походу, смотрите, люди в этом. Да, я понял, это их не такая, типа, мини-лаборатория, скорее всего. И они здесь, типа, проводят эти опыты или не опыты. Ну, короче, чтобы там, людей в этих супермутантов, наверное, превратить. Вот, твари. Сейчас я этому в голову стрельну. В глаза. На тебе. Круто, 112 урона. Офигеть. Походу, выстрелы услышали и все согрелись, да? Сейчас все сюда придут. Да, вон, с мини-ганом идет. Похер. На тебе. Теперь с этот, с мини-ганом сейчас придет. Яко-яко, наверное... А, я туда не дойду. Блин, надо было идти. Попробую сделать. Короче, я попробую не сделать, а стать вот здесь. У меня-то снайперская винтовка. Я сейчас подожду. Он сейчас подойдет. Блин, вот двери открыты. Вот это я тупанул. Ну, хотел подлечиться и, короче, и, короче, не подлечился. И, короче, не подлечился. На тебе. Энергоброню смысла надевать нету. Потому что два мини-гана и только одно энергооружие. Вот так вот бывает. Ладно, попробую вот так вот отойти. Сейчас кто-то, надеюсь, выйдет. Нет, никто не вышел. Попробую сюда зайти. Вот сюда. Блин. Вглаз за 23 урона идем сюда. Блин. О, о, красавчик. Красавчик, как вы видели, только что он стрянул в своего. Круто. Красавелла. На тебе в глаза. Практически слепнет. Я перейду сюда. О, нормально. Значит, валим этого. Валим. Ну, я ему уже нехило урона нанес. Это было неприятно. 20 жизней осталось. Это очень неприятно, ребятки. Я очень зло. Блин, чуть-чуть не закрыл. Ну, типа. Типа, казантипа. Убегает. О, нормально, да? 600 урона нанес. Ну, почти 700, прикиньте. Так, ну, про сокрытие информации, наверное, уже в следующий раз. Дальше продолжим говорить. Ну, чтобы, как бы, главы оставались более-менее в каждом видео. Видео такие, ну, законченные, что ли. Сейчас я тут добью этих мутантов. Возьму новый уровень. Поэтому, в принципе, если вам уже дальше неинтересно, вы в основном на фоне слушаете то, что я зачитываю, то можете уже дальше не смотреть. И я могу сказать, там, типа, всем спасибо за внимание, подписываемся, там, ставим лайки. Ну, это я еще в конце скажу. А сейчас я попытаюсь добить. Ну, короче, не повезло. 99 жизней. Точнее, 99 урона нанес. Ну, сейчас я попробую еще раз стрельнуть. Нормально. Блин, я опять забыл про эту дверь. А, кстати, кстати, нормально. Я сейчас буду бегать по кругам. Вот, на оставшиеся очки действия. И, может быть, так у меня все получится. Но, конечно, перед этим было круто. Когда тот мутант... Ой, это F1 нажал. Да, кстати, смотрите, горячая клавиша. Ладно. Ладно, что мне надо? Мне надо... Я хотел сохраниться, но тут не сохранишься. Да, когда с мутантами валишься, то не сохранишься. Блин, их четверо. Их четверо. Комнаты тут широкие. Да ладно, была не была, что. Буду бегать пока. Пока не найду какой-то... Ах, вы гниды. Я думал, эти не будут на меня нападать. Я, походу, сделал ошибку. А если сюда встану. Так, ну нормально. Этот убил одного. Так, ну понятно дело, если я сюда пойду, сейчас еще у тебя наркоманы в халатах подключатся. Тут их аж трое. А я в них попасть не могу. Ну... В этого стрянута, да? В глаза. О, красавчик. Красавчик. Но теперь мне как-то бы отсюда свалить. А вот я уже свалить особо не могу. Не могу. Куда же мне пойти? Я... Давайте я вот так вот встану. Этот сейчас точно не сможет меня выстрелить. Вот будем делать вот так вот. А потом... Блин, я еще и промазал. Нормально. Так, теперь трое могут в меня стрянуть. Так, так. Если я забегу сюда... Да ладно, попробую еще раз выстрелить. Может они сейчас друг друга перевалят. Самое главное, чтобы крита не проскочил. Почти нормально. Почти нормально. Почти нормально. А теперь как бы мне отсюда спетлять. Блин, малочку в действии. Ладно, попробую еще раз. Блин. Он так хорошо сзади стрелял. И в своих еще попадал. Блин, вот видите, все было хорошо. Все было хорошо, но... Пролетел крит. Так, пробуем еще раз. В глаза. Есть. 56 урона. Дальше. Сейчас эти будут идти. Значит, я постепенно сейчас буду сюда подходить. О, нормально. Стреляю в голову, в глаза. На тебе. Так, эти идут. Раз, два. Раз, два. 19. Неудачная, походу. Ну, вы, короче, да, можете особо не смотреть, потому что, я так подозреваю, я сейчас буду опять загружаться. Я так что-то подозреваю. А, блин, у меня же есть, 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 есть вот эта штука. Оно повышает что-то там. Оно, если еще одно. Блин, зависимость. Ну, ладно, хрен с ним. Зависимость мы знаем, она лечится. Временем. Вот, с линии огня вроде ушел. Вроде бы ушел. Вот, теперь в этого могу сейчас в глаза стрельнуть. На тебе. И уходим с линии огня. И нормально я нанес урона, кстати, 93. Теперь, теперь можно... Вот так вот. Когда я дерусь, я убиваю, этот мудила говорит, поняли? Когда я дерусь, я убиваю. О, красавчик. 70. Так, я уйду с линии огня. Главное, чтобы критов не было. Блин, ладно, там идут эти чувачки, но вот у меня один есть на линии. Сейчас я стрельну в глаза. 85%. И уходим. Вот так вот. Но эти, так вот, особо они не опасны. Так что я даже могу, в принципе... Не, я, наверное, сюда подойду. Вот, вот так вот где-то. Вот, вот так вот встану. О, эти обходят, да? Кто тут у меня? Вот этот у меня. Глаза. 16. Мало, ну, вот такое. Ну, я в нормальной броне, а эти... Блин, а они с энергооружием, это плохо. Походу, я опять тупанул. Выбрал чуть-чуть не ту, не ту, не ту тактику. Надену я Тесла броню тогда. Хотя, мне кажется, она мне особо не поможет. Потому что эти сейчас... Блин, забыл перезарядиться. Вот так вот. Хватит очков действенных. А, хватило, нормально. Хватит очков действенных. Блин, блин. Надо, наверное, все-таки этого валить. Валить и уходить, уходить вот сюда. Вот так вот, блин. Не лучшее решение. Сюда я пойти не могу. Значит... Блин, а тот с миниганом. Да. А, не, он пошел в обход. Нормально. Нормально, значит, я сейчас валю этого. Ой, ну как так можно было промазать? Нормально, он убегает. Значит, в принципе, сейчас на него можно не распыляться, подлечиться и перезарядиться. Нормально. Нормально. Пока все идет нормально. Но, как вы видите, иногда крит в 600 проскочил. Ну, это ж нереально. Че, мне так и стоять? Ну. Станем так. Стану вот здесь. А, как это я так встал, что я ни в одного не могу попасть? Вот же вроде. А, не хватает очков действий. А, блин, это, наверное, зависимость от этого долбаная. Стреляем в глаза. Так, нормально. Убил этого. Убил этого. В глаза. 30. Блин. Так, ладно, тогда я на сегодня все. Я сейчас так вот все-таки попробую их как-то добить. Как-то добить. Как-то попробую, чтобы у вас уже время не отнимать. Поэтому на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, ставим лайки, комментируем и все такое. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok